3D принтер слой за слоем наносит пластик, и вот уже вырисовываются очертания будущей детали. Это части механической руки, которую спроектировал Андрей Дорофеев. Она может делать различные вещи, например, перекладывать предметы, то есть из точки А в точку Б. Можно использовать как и в производстве, так и дома. В принципе, перекладывать предметы можно как где-нибудь на автомобильной фабрике, так и дома, в футболке, всякие штаны. Идея создать такого помощника появилась у Андрея давно. Образовательный интенсив «Сберкампус» в Кванториуме дал юноше шанс реализовать ее в жизнь. Работа над проектом у Андрея идет ускоренными темпами. Тут еще хорошая работа преподавателей. Они сразу все разложили, какая есть проблема, решение, и как к этому решению прийти. И все вот так быстро получилось. Проект в детском технопарке реализован на грантовые деньги. Благодаря победе Саровского Кванториума в конкурсе юные инженеры и программисты получили возможность погрузиться в мир проектной деятельности и интеллектуального творчества. Цель «Сберкампуса» – это исследование технологий и человека. Специально для «Сберкампуса» был спроектирован и интегрирован в настоящую реальность виртуальный мир. В течение двух недель ребята будут работать над проектами по нескольким направлениям. Геонавигация, IT, нано- и биотехнологии, которые состоят из кейсов. Юные инженеры смогут выбрать любое понравившееся. В направлении «Манипулятор» – это робонаправление, создай мой собственный летательный аппарат. Это уже дети будут работать в 3D-компусе и затем с помощью 3D-принтеров создавать детали и действительно делать летательный аппарат. Они уже определились. Это будет квадрокоптер с четырьмя лопастями. К каждому направлению прикреплен свой наставник, а также педагог-организатор, который называется в Сберкампусе «Бафер». Ребята ни на минуту не остаются без присмотра. Четыре часа интенсива в кванториуме четко расписаны. Занятия за компьютерами чередуются с играми на свежем воздухе. Работа предполагается в командах минимум от трех человек. Соответственно, даже по одному направлению может быть несколько в итоге проектов. Закончится образовательный интенсив в середине августа. Организаторы подведут итоги, авторы лучших работ получат награды, а все участники – памятные подарки.